И вот, друзья, он появляется! Вы слышите музыку? Господи, какой он миленький! Добрый день! Утро, вечер, а может быть даже иное, цель всегда Годзилла. И это вторая часть моего обзора на мод FACIST Sunderheal Revival. Этот мод добавляет огромное количество динозавров, которых вы, кстати, видите на моем фоне. Ну, на фоне которых вы меня видите. А в этой части я вам расскажу поподробнее об этом в моде. Что же, для начала давайте-ка ознакомимся с слотами, которые есть. Которые были этот мод из древней блоки. Тут и располагаются все блоки из этого года. Из древней предметы, здесь располагаются. А чуть не все предметы. Здесь находится древняя еда, которая вы можете получить из динозавров. Также здесь есть древняя броня. Это можно скрафтить из костей динозавров. Также вот эти вот дротики, их можно найти на кораблях, которые являются новыми данжами. Также есть древние инструменты. Вы видели магическую раковину. Также есть древние материалы. Тут находится ДНК и яйца динозавров. Вот. И собираем ее предметы. Вот. Сейчас я вам быстро покажу крафтинг. Извините за то, что тут посторонние резеты. Просто у меня много молота стоит. Череп никак не крафтится. Череп фонарь крафтится из черепа и факела. Анализатор крафтится из-за железных слитков, железного куска и биоископаемых. Члены разведения крафтятся из четырех стекла, трех железных слитков внизу, ведра воды посередине и зеленого красителя. Археологический верстак крафтится из бумаги и верстака. Очень тяжелый крафт. Песок крафтится из кварца и обычного песка. Также его можно найти возле некоторых водоемов, но это очень трудно. Из него можно потом сделать прочное стекло, которое не разрушит ни один динозавр. Следующее прочное стекло. Вы видели, как оно крафтится. Барабан. Крафтится из трех кожи, дубовых досок, как будто лодку крафтите, и красной пыли посередине. Следующая кормушка. Она используется для кормления динозавров. Для нее вам понадобится железный слиток, два железных слитка по углам, ведра посередине, камня, вот так, кнопки и стекла. Следующая машина времени, она уже крафтится совсем недешево, а именно из трех жельчужин с корабея, двух гостидиана, двух золотых слитков, рамчика эндера и адской звезды. То есть, для того, чтобы ее сделать, вам придется завалить иссушителя. Следующая доминиканская древесина, ее можно вырастить, получить из дерева. Доминиканская плита, доминиканские ступеньки, доминиканские доски. Они крафтятся, ну, как стандартные доски, там, из дерева. Вулканический кирпич. Он крафтится из вулканического камня. Вулканический камень можно найти глубоко под землей. И в каньонах возле лавы. Древний камень можно найти тоже где-то под землей. Я лично не знаю, но, скорее всего, он там где-то есть. Точно, его надо найти в новом биоме каменный пляж. Также здесь есть древняя древесина, которую можно найти на кораблях ада. Из нее можно взять древнюю плиту и древние деревянные ступеньки. Крафт стандартный. Также есть древние каменные ступеньки, они крафтятся из древнего камня. Также есть обсидиановые шипы, они крафтятся из четырех обсидиана, как если бы вы крафтали ботинки. Примечательно то, что это является как бы возвращением к истокам Майнкрафта, потому что раньше Майнкрафт хотели сделать шипы, но потом, видимо, передумали, не знаю почему, а теперь у вас есть возможность получить необычные обсидиановые сито. оно используется. Ну, потом расскажу для чего. Пять дубовых досок, нить по углам и вот тут решетку нарезанную плиту посередине и вот тут нить и тут по углам. Следующий блок это вулканические ступеньки и вулканическая плита. У них стандартный крафт просто из вулканических кирпичей. Вот. Ничего необычного. Стоит, мы получаем сразу шесть плит. Словная валюта. Она крафтится из керамических кусков. А керамические куски можно найти, а я вам позже расскажу высовую валюту. Она, в общем-то, я вам потом покажу, как ее получить. Валюта с рисунком просто используют красители там. Вот, например, с черным рисунком там просто чернее мешок и оранжевый краситель, а с красным рисунком наоборот. Да. И фарфоровая валюта крафтится из лазурита и костной муки. Еще валюта восстановленная. Вот. Косновная амфора, шесть керамических осколков. А так все то же самое. И словный килик всего-то четыре керамических осколка, и то же самое. А на этом блоке кончаются. Вот у нас тут немножко предметов. Вот. Это реликтовый кусок. Он используется для крафта анализатора. У нас есть череп на палке. Он крафтится из черепа и палки. В принципе, логично. Также у нас есть мчужина скоробея. Она выпадает. Я вам позже покажу еще. Водная мчужина скоробея. Она крафтится из синего доминканского янтаря. Именно из синего доминканского янтаря и мчужины скоробея. Вот тоже есть топор из мчужины скоробея. Он крафтится либо из золотого топора, либо алмазного топора и мчужины скоробея. Причем все инструменты из мчужины скоробея мощнее алмазных. То же самое. То же самое. То же самое. То же самое. Генопедия уже крафтится из книги и ДНК любого динозавра. То есть абсолютно любого, которое есть в моде. Да. Можно даже ДНК с лаканта скрафтить. Магиическая раковина. Она крафтится из самой себя. То есть ее можно получить, если убить много всяких там наутилсов. Замерзшее мясо оно упадает из вечной мерзлоты и оно обесценивает алмазные мечи, потому что ну если не создавать меч из мчужины скоробея, потому что оно попроще такой же, как алмазный меч, но при этом у нее и у нее столько же урон. Доминиканский янтарь. Он используется для крафта водной мчужины скоробея. Это именно синий доминиканский янтарь. Меч из зубов. У него всего 5,5 урон. У него очень большой. Зуб тираннозавра, который попадает из тираннозавра и палка. Не понимаю, почему тираннозавр просто не может лишиться своего зуба, укусив кого-нибудь. Плеть крафтится из двух палок и нити. То есть почти как удочка. Кстати, плеть очень часто можно найти в деревнях. Я вот я, помню, находил там десяток плетей в одной деревне. Вот. Кость голени тресратовца, она используется для крафта защиты для ног. Еще используется что можно пить костей. Вы сами видите все. Коготь волосраптора, он используется для крафта, защиты для ступней. Еще внизу нужна гольня тресратовца. Да. Зуб тираннозавра вы видели, для чего он нужен. Коготь волосраптора используется тоже для защиты для ступней. В общем-то когти от дейнониха, галлимима, они используются для крафта защиты для ступней. Четыре тресратовца и четыре кости из него можно получить череп-шлем. Я обязательно броню потом протестироваю. И все дрон-то используется как можно использовать как ингредиент для торта. В принципе, тут все яйца используются для этих целей. Да. Керамический осколок вы видели, что он нужен. Это мы видели. ДНК целлаканта. Из него можно сделать динопедию. Да. Стейк из динозавра. Он, получается, если пережарить мясо любого динозавра, абсолютно любого, приготовленный куриный суп. Он крафтится из сырого куриного супа, если просто пожарить на огне. И используются... Ну, потом нужно 8 пузырьков, чтобы сделать эссенцию курицы. Да, я слегка заговорился. Вот. Сырой куриный суп крафтится из ведра и курятины. Потом можно его приготовить. Эссенция курицы видели, как крафтится. Сила чиле. Короче, нужен жилой наутилус, но я не знаю, как его получить. Сырое крыло дрон-то просто выпадает из дрон-то. Мясо птицы-террориста просто выпадает из птицы-террориста. На сакваге выпадает из скваги. Вот ДНК. Я потом расскажу, как его сделать. А тут же из мода, на которой был мой первый обзор. Ладно. Все. Переходим уже от теории к практике. Для начала нам понадобится найти вот такую вот руду. Это ископаемое. Оно встречается вот в горах. Я вот видел много ископаемых. Вот в пещеру в эту залезьте и обязательно там ископаемое найдете. Вот сейчас даже вам доказать я помогу. Блин, тут темно. А, нет, в таких пещерах оно не встречается. Можем в пещере вы его спокойно найдете. Тиранда пролагали. Пропустим это. Давайте сейчас я поставлю немножко ископаемых и вернусь. Так, я поставил ископаемых и взял амадную кирпул. Сейчас перейду прижимом нажимания и нужно убывать. Вот, мы получаем козьи там всякие древние куски. Пока что у меня идет только на кости древние куски. Оп, биоскопаемые. Уже можно начать создавать. Оп, древние растения, много древнего растения. Клево. Оу. Прямо так сходу грудную клетку мозозаврона было так клево. Оу. Так, значит, посмотрим сейчас на мои успехи. Начнем. Здесь 13 костей, электрый кусок 4 штуки, биоскопаемые 5 штук, водная клетка мозозавра, ископаемые растения и словно древний меч, который можно потом починить на археологическом верстаке у анабитов был починенный меч. Да. Значит, теперь для нормального работы нам нужен анализатор. Ставим анализатор, изображаем биоископаемые и все, оно выделяется. Да. Сейчас посмотрим, что-нибудь есть. Естественно, тут все не так удачно. Кстати, можете надобиться костной муки. Я сейчас подожду, пока у нас все выделится и вернусь. Как видите, мне очень повезло с анализаторологическими ископаемыми. Получил свою искусственную муку и песок. Ну, а из древних растений я получил окаменелые доминиканского дерева саженец и семена цифалотаксуса. Я не ботаник, извините. Может, он как-то по-русски называется. Ладно. Допустим, у нас уже есть ДНК. Нам нужен анализаторологический фит. Он очень прикольно выглядит. Он, кстати, прозрачный. То есть, вы можете видеть, что в нем сейчас происходит. Ладно, сейчас я снова поставлю выделяться древние ископаемые. Вот прям при вас возьму. Вот. И, короче, на семерочку стак и поставлю выделяться. Может быть, в этот раз мне повезетят. И вот я уже получил несколько ДНК. Это ДНК Абрахиазавра. Самого высшего динозавра. И Капфута Сорниса, который был добавлен в этом обновлении. То есть, перенатыми динозаврами. Да. Ладно, сейчас. Вот. Много песка. Много песка. И дело в том, что сито и анализатор они взаимно связаны. Ой, зачем я взял барабан? Так, барабан позволяет нам командовать динозаврами. Так, где сито тут? Сейчас. Ага, вот и сито. Блин, сколько тут песка. Вот. Теперь кладем сито, песок или глину там, или гравель. В принципе, не важно. Так. Вкусная мука. Давайте поставим выделяться барабан. Абрахиазавра. Но все не так просто. Если мы просто положим ДНК барабан, то это не будет работать. Для того, чтобы все работало, нам нужно взять мясо. и положить. Ну, то есть, ему нужны полезные вещества. И все. Пока эта шкала не опустошится, яйцо не появится. Так. Уделяется. О, глянька, блязиазавра и раптора. Потом можно будет сделать. Ладно, уже хватит с нас биоископаемых. Все поняли, как работает. Теперь кладем замерзшее мясо. С замерзшим мясом там уже все гораздо проще. Там не будет попадаться всяких там песка или костей, или костной муки. Нет, там будут попадаться либо ДНК, либо мясо. В принципе, неплохо. Во, во, с заходом. ДНК я и говорил. Мы получаем либо сырую свинину, либо сырую говядину, либо сырую говядину. Можно потом поставить их на выделение. Мы получим ДНК коровы. О, почти дошло, почти дошло. А, половина уже. Кстати, они дают свет в темное время суток. Как же красиво все-таки с моим респаком выглядит. Закат и небо. Да, как же это обошлось без помощи кастового. О, песок и о, спор древнего папоротника. Древний папоротник это вообще одна из основных видов пищи динозавров. Ну, я имел в виду вот эту шкалу в виде ДНК. То есть он уже на полпути. Блин, как же тираннозавр выглядит круто на фоне заката. Да. А у ДНК коровы мы получили сразу два ДНК. Можно потом сделать свининку. Так, скоро ребят, вы видите, прям эмбрион развивается тут. Посмотрите, и он двигается, то есть насколько же это клево. Просто, посмотрите, какой миленький, хоть он еще и не готов. Да, почему-то тут не работает, и все должно появиться, но оно не появляется. В чем это связано? Не знаю. И вот наше яичко брахиозавра. И естественно, его так просто не поставите. То есть его нельзя кинуть, как куриное. То есть это полноценное яйцо. Оно относится к новой категории яиц. Нет, птичьи яйца. Это означает, что их нельзя кинуть. Например, яйцо Дронта или террориста там 4 вида. Можно кинуть курицу. Кстати, здесь есть не сможет курица, потом сделать готовое яйцо. То есть оно будет сразу сто процентов шансом аннупляться, а не с десяти процентов. О, сами наше яйцо брахиозавра. Вот, пусть он развивается. И вы что, думали, огородили своего динозаврика загоном и оставили его жить, как любое микрофонское животное? Ага, хрен там был. Потому что вы забыли, что здесь есть кормушки. Да, кормушки нужны для кормления динозавров. Да, то есть мы туда кладем листу. Сейчас возьму вот домиканское листво, оно очень хорошее на травоядках. Положу ее сюда. Она совсем мало дает, но это самое большое. И теперь мы с помощью его нитопения можем подозреть развитие нашего динозавра. Как видите, он очень быстро развивается, еще быстрее будет днем. Вот, о нем затем можно подробно посчитать, но в русском переводе к сожалению текст очень плохо виден, но в оригинале все гораздо лучше если не оригинал, спокойно. Вот, уже почти наполовину дошло. В общем, будете развивать все, алинатзар. Да, если вы не будете отлетать от него, то он переручится к вас. Назар он может получать, алинатзар может оттенеть, алинатзар и все его не нужно. Да, Назар может получить как, как только они вылупились, они работали со всеми. Вот, например, там же индивидами это не работает. То можно еще, когда он будет очень сильно холоден, то можно покормить и получить. Кстати, для яйца алинатзара и алинатзара нужно наоборот получить воду. А с алинатзаром все будет и так. И вот, почти он готов. Да, надеюсь, вы меня слышите. Сейчас, вот, вроде так получше. И вот, 88%, 89%, 90%, почти готово. 93%, 95%, 96%, 97%. Да, и он уже побежал есть. У него 20 хп, то есть он уже, да, он уже очень, прям, как мы. И он будет делать за нами, потому что мы его мама. Понятно. Да, мы его превращили. С помощью палки то мы можем повелевать. Также это можно сделать лучше барабана. Барабана вы можете управлять всеми динозавров в радиусе. Ведь он плох. Барабан возьму. Следуй за мной. Нет, у них следует за мной. Стой, ты и Ира. Так, следуй за мной. Не понимаю, о чем он слушается. Так, динозавры куда-то хочет. Стой. Ладно, послушаем его. Вот, о динозавре может узнать информацию, сейчас я вам это покажу. Он не слушается, видимо, этим может только игроком на дорогу. Итак, он есть сахар, печенье, яблоко, то есть он же такой буржуй. Ему сейчас 0 дней, у него голода довольно-таки много, это самое большое количество голода, и вы видите, что очень ужасный слифт, я говорю, лучше читать в оригинале. Вы, как и с переводом, ничего понимать не будете, может, поймете, если будете по гугл-переводчик. О, вы слышали его звуки, да? Вот, а теперь давайте-ка сделаем какое-то линьковое животное, давайте вот Эллосмотерия. Как раз мясо осталось, сейчас подождем. стой ты, мелкое животное. Да, ему нужно, его нужно оградить, оградить от внешнего мира, потому что монстры могут на него напасть. Да, конечно, когда он вырастет, то на него вообще никто не решится напасть, потому что он будет просто защищен. Вот, я его запер, теперь он не запрещает. Напомните, что это будет лишь на время работать, потому что когда он вырастет, то ему нужно будет уже огромные металлические загоны. Огромный металлический загон. Вот. Но гляньте, как он миленько выглядит, как он проработан. И гляньте, как он дилдый уже. Он выше меня. Он только что вылупился и выше меня уже. Да, также, если вы будете спать на кровати, то дни не будут засчитываться. Кстати, на археологическом верстаке можно сделать кое-что интересное. У нас есть вот такой каменный блокнот. Вот, мы можем взять наш реликтовый. О, у меня тут уже много динкадронта и всяких кист-серрористов. Так. Так, а ну, выйди. Семен, сейчас не нужно просто положить реликтовый кусок в анализатор. Кстати, как там наш, смотри, о, почти развился. Да, но мы не см... гравин получаем. Кстати, как у нас сито. Костная мука и картофель. О, неплохо, неплохо. Да, мы-таки хороший фарм. Пожем гравин туда. Да, опять же, не всегда это срабатывает, далеко не всегда. Нет, никак опять не получится, но я надеюсь, что хоть какая-то сломанный древний меч опять. Да, не понимаю, как из реликтового куска можно получить сломанный древний меч, но кто вас спрашивал? Да, каменный блокнот. И этот каменный блокнот не просто декорация. Ее, кстати, можно только к картин. Это кое-что большее. Здесь мы можем посмотреть истории, которые происходили с древними людьми. Например, это куски истории атака отбита. Вот. Тут, не знаю, как у насарю поклоняются. Да, видно, что там носатые. Потому что, такой шнапак только у носатых может быть. Теория оказалась правдой. И раньше носатые были могущественнее, чем сейчас. Вот. Опять поклонение носарю. Моя любимая табличка. блин, сейчас. Вот. Наконец-то убрал. Так. Вот. Кусок, короче, истории и проклятие. А ну. Вот, кстати, это тот самый моб, которого я не показывал в первой части. И, наверное, я на него выделю отдельную часть. Угу. Так, так, так. Вот еще бывают откилпринты с мордой скелета и клипера. Текстурки точно даже хорошие. Тут много историй. Например, бог Мазазавр и первый прерывший Тираннозавр. Да, эти таблички существуют еще вот с апдейта мода. Во, во, кусок вообще бог Мазазавр. Да. Извини, дружище, что пришлось обвешать деревья всякими вот этими. Ладно. Как-то у нас и вот мы получаем ДНК Элосмотерия. И что же нам теперь нужно сделать? Видите, просто так его использовать мы не можем. Нам нужен какой-то родитель для него. Например, корова. Пойдем ее. И все. Теперь она чистится у нас как Элосмотерию. Мы можем потом проверить. Так. Вот Динопедия. Главное не пускать ее извин. Эмбрион Элосмотерия. Прогресс 5. Нужно ее тоже оградить, чтобы ребенок не сбежал. Или она сама не убежала куда-то, а не пойми куда. Вот. Сейчас огражу ее от опасности внешнего мира. Эмбрионы конечно развиваются медленнее, чем археозавры. Фу, чем динозавры. Да. Археологический верстак нам нужен. Найдет для того, чтобы починить словно древний меч. Сейчас покажу, как это сделать. Для этого нужно положить словно древний меч и реликтовые куски. Так. Вот тут они были. 10 реликтовых кусков. Тогда все сработает. Вот пошел процесс. он быстрый. Так. Наш элосматерий продолжает развиваться. Да. Уже наполовину. Хотя ему день не нужен. В принципе он же находится внутри. Так. Посмотрим. у нас тут идет процесс вовсю. Подождем. Пока развивается наш элосматерий и закончится наш древний меч. Да. Кстати. Подобным образом можно чинить все споломанные вещи. да. Ну и например вот поврежденные статуэтки каких-то монстров. Или скажем блин. Вот словно древний шлем словно древний меч. Да. так же у нас тут есть вот такая вкладка с средней едой. То есть тут приготовленный куриный суп, сырой куриный суп, курица и еще чили. Чули. Вот. И динозавра. Да. Денья броня. Сейчас я протестирую. Блин, у меня же инвентарь забит. Протестирую я ее на приручении самого страшного хищника из этого мода. Самого страшного хищника среди динозавров, а именно тираннозавр. сейчас я почищу свой инвентарь, воспользуюсь мечом измеченной скоробей, чечневым черепом, защитой для ног, защитой для ступней. Так, подбирайся. И древним шлемом. Так, сейчас я их надену. Кстати, у черепа шлема и древнего шлема одинаковая текстурка. Просто этот перекрашенный, а этот такой чисто белый. И выглядело в них прикольно. Кстати, у нас надевается как будто это голова тираннозавра, а также смотрите. О, Элос Матери уже появился. Блин, как я прогадал его. И вот у нас такая текстура, как тыква джека. Гляньте, он больше своей мамы. Как он из нее вылез-то. Такая дылда. Сейчас возьму динопедию проверить. Что с ним там, как? О, я его владелец. Он тоже прикольно звучит. Но вроде как это детский вариант Элос Матери, а сейчас я проверю это. где? Вот он, смотри. И да, я понимаю, с такой мамой. Но когда, блин, он вылезает из коровы больше ее. Это парадокс. Уверен, что в будущих версиях это по пикселам. Ладно, давайте посмотрим. Защищает она нас. Неплохо так защищает. Давайте теперь наденем древний шлем. Да, они, в принципе, равносильные. Но это выглядит куда круче. Гляньте просто. Это шлем, а ну. Я в следующей части вам обязательно покажу. Давайте найдем тираннозавра и пытаемся его забороть. Ой, точно. Сейчас жемчуну с коровей возьму. Она обязательно для приручения тираннозавра и аллозавра, да. А водная жемчуна с коровей для приручения тарказуха. Ой, Бэби тирэкс карает свиней. Как мило. Как милота. А вот его мамаша. Сейчас я пытаюсь ее забороть. Ой, нечестно, нечестно. Блин, я ее случайно убил. Сорян, малыш. Сорян, малыш. Я правда не хотел. Просто я забыл, что я ее уже побил. Блин, я случайно убил тираннозавра. Но зато буду сверить, что с него действительно дропается мясо. Да. Ладно, с этим тираннозавр просто развидят. Блин, меня убили. Сейчас я вернусь на место своей смерти. Господи, что за лаги. Ладно, второй заход. Все, мы его усыпили. Теперь даем чушь, и все. Он чистый теперь как наш динозавр. Видео у него исчезли красные глаза. Теперь нам пишут, что мы его владеем, его можно седовать. Шрифт очень плохой. Да, давайте-ка я возьму бред. Сейчас пользуюсь его. Теперь мы можем кататься на короле динозавров. Мы оседлали самого динозавров. А также у нас есть еще и древние растения. Их можно получить, если их семена анализаторы вроде как использовать. Давайте я возьму сейчас собираемые материалы. допустим вот для него папротника. Не, не, не. Вроде тут сейчас. Я просто подзабыл слегка. Вроде нам нужно какая-то не, может листья туда положить. Еще и дождь пришел. Замечательно. Нет. Ах, да. Я совсем забыл. Семена папротника можно сажать только под деревьями. Не переживайте можно посадить один, а через один день у вас будет уже 50. Да, мой бакетар по-прежнему 0 дней, потому что не понимаю куда это дело все. Ну, а куда взрослый смотреть подевался, я вот снова заспавнил. Ладно. То есть не переживайте, они потом разрастут совсем быстро. Вот. С растениями нужно положить вот где-то вот древний материал, допустим, окаменелые семена замитеса положить в чан для разведения. Вот, кладем и через время оно начнет культивироваться. На этом думаю, что это закончилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Увидимся в новых выпусках. Всем дошли и всем пока!